Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49 в студии Оксаны Пугачёва. И смотрите сегодня. Осторожно, ёлка! Хвойные в парках обработали составом для защиты от браконьеров, а горожон призвали утеплить деревья вязаными вещами. А ситров и карпов станет больше. Студенты придумали технологию выращивания ценной рыбы и испытали её в лаборатории. 45 лет на страже порядка. Один из старейших сотрудников уголовного розыска отметил своё 90-летие. А теперь об этих и других событиях более подробно. Новосибирск активно готовится к Новому году. На главной площади уже появилась 22-метровая ёлка. Хвойные деревья в Первомайском сквере власти планируют украсить тёплыми вещами. Новосибирцы прицениваются главным символом предстоящего праздника, посещая ёлочные базары. А чтобы у кого-то не появилось искушения незаконно срубить какую-нибудь ёлочку, специалисты в городе Ленхоза 11 декабря обработали пушистые деревья специальным составом, который при комнатной температуре начинает источать невыносимый запах. Специалисты гор Зеленхоза в эти дни чем-то напоминают маляров или работников служб дезинфекции. С необычными распыляющими устройствами они появляются в тех районах города, где растут небольшие хвойные деревья и обрабатывают их специальным раствором розового цвета. Состав вещества сотрудники городской службы держат в секрете, но утверждают, что оно обладает уникальными свойствами, способными отбить охоту у браконьеров, рубить ёлочки под Новый год. Дело в том, что в тёплых условиях деревья, обработанные таким раствором, держать попросту невозможно. Это абсолютно безвредный для человека, домашних животных, растений состав. Вот даже сейчас при температуре минус 10 тоже чувствуется немножко запах, а когда заносится в тёплое помещение, запах неприятный для человека, очень сильно усиливается. Эффект есть. Были случаи, когда люди, особенно в первые годы, когда люди, не зная о последствиях, приносили домой и вынуждены были выбрасывать. Чиновники утверждают, что после таких обработок число самовольных вырубок в городе сократилось в разы, и желающим получить новогоднее дерево волей-неволей приходится отправляться на ёлочные базары. Благо, что они уже вовсю работают. Ёлки, пихты, сосны на любой вкус и цвет. Яркие таблички призывают покупателей быть активнее. Однако те с покупками не спешат, и ажиотажа у торговых точек ещё не наблюдается. Люди объясняют, торопиться не стоит, нужно подумать. Ну, я хотела сейчас покупать, но передумала, думаю, может быть, всё-таки подешевеет. Хотя я сомневаюсь, потому что в прошлом году, даже в последний день, цены были такие же, как и в начале. Вообще лучше покупать искусственную ёлку, я думаю. Почему? Более экологичную. Нет, ёлку не буду покупать, к сожалению. У меня нет маленьких детей уже, мы все взрослые совсем. Мы искусственную ёлку ставим, к сожалению. А ёлку очень люблю. Цены на хвойные деревья колеблются от 700 рублей до 3000. Некоторые новосибирцы считают, что если уж так хочется полюбоваться на символ Нового года, то можно в целях экономии просто выйти на улицу и полюбоваться на городские ёлки, которых хватает в каждом районе. Главная из них уже стоит на площади Ленина, но официально вместе с новогодним городком и ледовым катком откроется только 31 декабря. Как заявляют в мэрии, преобразится к Новому году и Первомайский сквер. Здесь появится ледяная аллея с картинами, иллюстрирующими сказки Андерсона. А хвойные деревья городские власти с помощью новосибирцев хотят нарядить варежками, шарфами и другими тёплыми вещами. Акция «Тёплый сквер» пройдёт 27 декабря в полдень. Горожане смогут принести свои вещи, украсить ими ёлки и получить за это подарки. Каникулы в семьях горожан. Эта акция в преддверии Нового года стала уже традицией. В рамках проекта новосибирцы могут принять в свою семью на зимнюю каникулы детей, оставшихся без попечения родителей. В результате прошлогодней подобной акции 17 ребят обрели новую семью не на время, а навсегда. По информации пресс-центра мэрии, на сегодняшний день в детских домах воспитывается 350 ребят. Подробности проекта «Каникулы в семьях горожан» можно узнать по телефону Комитета опеки 227-4706. Если вы не готовы взять ребёнка на каникулы, то можете поучаствовать в сборе подарков для воспитанников детских домов. Стартовал благотворительный марафон «Рождественский подарок». Принести книги, канцелярию и игрушки можно в Центр семейный совет до 29 декабря. Новосибирские студенты и аспиранты спасают рыб. В педагогическом университете работает лаборатория, в которой профессоры и учащиеся изучают поведение карпов, самов, осетров и других рыб, обитающих в наших водоёмах. Причём не только изучают, но и ставят эксперименты. Недавно юные биологи нашли способ спасти вымирающие виды. С подробностями наша съёмочная группа. Здесь мы два раза в день комим нашу рыбку на переменах нашей разработкой с добавлением антиоксидантов, которые очень для них полезны. Этой лаборатории три года. Оборудовали её по инициативе самих студентов-биологов. В этих стенах и проводят различные эксперименты. В аквариумах собраны, казалось бы, обычные рыбы. Карпы, караси и другие. Однако для учёных они представляют особый интерес. Потому что с каждым годом рыб этих в наших водоёмах всё меньше и меньше. А вот кушать, как говорится, хочется всегда. Рыбы, ну, испокон веков цель рыбы была. Это был осётр. Поэтому с течением какого-то времени эта рыба исчезла совершенно. И вот студенты, потом аспиранты приступили к изучению, собственно, этих факторов экотоксичности. На первый взгляд, кажется, сказалось, что это всё лежит на поверхности. Все об этом знают. Однако при более детальном рассмотрении и изучении вопроса, значит, стали появляться некоторые факты, которые нас воодушевили на более глубокие детальные изучения. Поэтому из присутствующих вот здесь сейчас рыб, это, конечно, прежде всего были осетровые. Это был осётр. Это была стерлядь. Не так давно здесь закончили эксперимент над оситром. Теперь планируют в буквальном смысле слова взращивать карпов. Происходит это следующим образом. Берётся рыба, помещается в аквариум, а дальше её начинают кормить. Правда, не обычным кормом, а специальным, разработанным новосибирскими учёными с антиоксидантами. Мы в качестве технологии именно использовали в состав корма, вводили антиоксидант, который позволяет на клеточном уровне организму защищаться. То есть организм будет являться, если мы споделимся в лабораторных условиях, если мы это всё переносим в естественные условия, тогда организм будет, скорость его перемещения будет лучше. Поведенческие реакции, он будет отличаться от тех рыб, которые, допустим, не будут получать корм с нашей технологией. Результаты действительно есть. В ходе эксперимента учёные выяснили, что рыбы стали более стрессоустойчивыми, живут дольше, растут быстрее. А значит, если использовать этот корм в наших рыбных хозяйствах, то и осетра, и карпа в водоёмах будет в достатке. Вот только одна беда. Разработками специалистов из НГПУ уже заинтересовались американцы и китайцы. А вот российские бизнесмены и представители власти пока не особо воодушевлены. Может, денег жалко, хотя затраты на корм не очень-то и большие. Обидно будет, если наши умы, как говорится, утекут за границу, а в реках Новосибирской области осетра, как не было, так и не будет. Среди собственников квартир по-прежнему есть те, кто не получал уведомления на оплату взносов на капитальный ремонт. Об этом информирует фонд модернизации ЖКХ. В таких случаях региональный оператор советует обращаться в свою управляющую компанию, чтобы та передала данные по помещению. Ещё один вариант – это самостоятельно прийти в фонд с копией документов на квартиру. Напомним, что с августа этого года ставка по капитальному ремонту составляет 5 рублей 60 копеек с квадратного метра. А с января 2015 сумма изменится. За тот же квадратный метр придётся заплатить по 6 рублей 10 копеек. Последнее слово 11 декабря дали подсудимому Барышеву в Октябрьском районном суде. Напомним, что герои наших репортажей обвиняют в том, что он нанёс телесные повреждения мужчине, который ворвался к нему в дом с заряженным карабином. О том, можно ли без последствий для себя защищать своё жилище и несовершеннолетних детей от вооружённого человека, расскажет Александр Булдаков. Андрей Барышев признаёт то, что нанёс тяжкий вред здоровью обидчику. Возможно, и необоснованно, так как побои нападавший мужчина получил после того, как хозяин дома отобрал у него заряженный карабин. Оружие, заверил потерпевший, он принёс для устрашения. Если бы к любому человеку ворвался человек с оружием, тем более ночью, наверное, он поступил бы так же на моём месте, наверное, как и я. Но следователи и прокуратура не воспринимают это. Они считают, что у нас каждый может ходить ночью с оружием в гости, на разборки и так далее, и угрожать оружием. К тому же не просто с оружием, а с незаконным оружием, как было установлено следствием. Но ни одну из сторон, кроме обвиняемой, этот факт не заинтересовал. Потерпевший Редькин был зарегистрирован в Тагучинском районе и имел право хранить оружие только там. Он, однако, переехал в Новосибирск, снял здесь квартиру, привёз сюда карабин. Незаконно его здесь хранил в течение определённого времени. Затем снарядил его, зарядил его патронами, в том числе боевыми, и поехал с этим карабином, значит, ворвался в чужой дом. И всё это, по мнению представителя гособвинения, в порядке вещей. То есть для неё это, как мы поняли, абсолютно нормально, что человек приходит якобы поговорить и берёт с собой оружие, заряженное боевыми патронами. Защита Барышева считает это дело знаковым. Ведь именно решение этого суда может поставить точку в полемке общественности о том, можно ли защищать своё жилище, себя и своих близких, без риска самому угодить на скамью подсудимых. Напомним, два года назад в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому оборона в собственном доме в любом случае признавалась бы законной. Но принят он так и не был. Хотя, по мнению адвоката, был бы очень полезным. Я считаю, это навыло абсолютно правильное, верное и соответствующее как ранее существовавшим положением российского законодательства, дореволюционным, так и нынешним положением законодательства развитых стран. Потому что в странах англосаксонского права существует понятие «мой дом, моя крепость». То есть если я нахожусь дома, на меня нападают в моём доме, я имею право причинять нападающему любой вред и не несу за это никакой ответственности. Именно потому, что он напал на меня в моём собственном доме. Но в нашем случае обвинение попросило для Андрея Барышева, который защищал свою семью от вооружённого человека в своём собственном доме, пять с половиной лет реального лишения свободы. Что же, дождёмся решения суда, которое должно состояться 15 декабря. Неплательщик алиментов после новости о том, что на него завели уголовное дело, расстроился и украл из ближайшего магазина спиртное. По информации судебных приставов в Новосибирской области, житель Сузунского района не выплачивал алименты на двоих детей. Ранее его уже привлекали за это к исправительным работам. Однако реакции не последовало, и неплательщику назначили семь лет лишения свободы условно. Когда отец двоих детей попал в поле зрения приставов Сузунского района в третий раз, то, по информации соответствующего управления, он понял, что тюрьмы ему не избежать. В итоге украл из магазина бутылку водки, за что и угодил за решётку раньше времени. Через несколько минут мы расскажем о человеке, который 45 лет отдал службе в милиции и продолжает давать консультации даже в свои 90 лет. Прошёл всю Великую Отечественную, а после 40 с лишним лет боролся с новосибирской преступностью. 90-летний юбилей отмечает ветеран войны и живая легенда правоохранительных органов, как его называют нынешние полицейские, Евгений Щербак. Преклонный возраст отставному полковнику не помеха, он до сих пор занимается спортом и помогает людям. К поздравлениям юбиляра присоединился и наш корреспондент. Ветеран Великой Отечественной войны, образцовый семьянин, заслуженный работник уголовного розыска и милиции в целом. Всё это об одном человеке. Евгений Владимирович Щербак родился 11 декабря 1924 года. 90-летний юбиляр не только прошёл всю войну, но и более 40 лет прослужил в милиции. В свой день рождения ветерана чествовали в уже полицейском городском управлении. И низкий вам поклон, дорогой наш юбиляр, за то, что вы есть, за то, что вы сделали для города Новосибирска, для то, что вы сделали для органов внутренних дел. И в этот знаменательный день, уважаемый Евгений Владимирович, примите от руководства управления МВД России по городу Новосибирску от 4,5 тысяч сотрудников УВД по городу. Самые искренние слова благодарности. И я уверен, что в столетие мы вновь встретим в этом зале и будем вас опять чествовать и поздравлять. Свой милицейский путь Евгений Щербак начал с оперативника уголовного розыска. Потом дослужился до начальника Центрального районного отделения милиции. А окончательно ушел из рядов правоохранителей лишь три года назад. На протяжении всей своей жизни отставной полковник, несмотря на три тяжелых ранения, занимался спортом. Гиря со мной с фронтовых лет и по сей день, рассказывает юбиляр. Я первый раз поднял двухпудовку на ПАПА, когда мы освобождили город Херсон. Это было, по-моему, в июне месяце, часа 16 июня 43-го года. Когда я демизовался, то поехал на свою родину. Гирю я с тобой вез в пассажирском поезде. И все время ее водил. Своим жизненным кредо юбиляр считает отношения к людям. Неважно, какой перед тобой человек. Помощи заслуживает любой, даже отъявленный преступник, говорит Евгений Владимирович. У меня тут до сих пор знакомый. Он вор в законе. Детей у нее не было. Детей у нее не было. Он не женился. Он не работал. Я добился через золото. Татьяна Иосифовна, бывший у нас психиатр города Новосибирска. Тетяний Рядерет. Ее муж был Золотов. Второй секретарь горгон партии. Я пенсию ему формил. На вопрос опытнейшему оперативнику Новосибирска, была ли все-таки в нашем городе банда «Черная кошка», полковник Щербак отвечает однозначно. Полковник Щербак и сегодня в строю. Энергичен и полон сил. Продолжает работать и заниматься спортом. А для нынешних полицейских является примером. Настоящим профессионалом своего дела с неиссякаемым источником жизненной энергии и опыта. Хотя и считает, что нынешняя полиция и та милиция, в которой служил он, это совершенно иное. А еще 11 декабря свое столетие отметила артистка театра «Глобус» Зоя Булгакова. Именно ей одной из первых в театре юного зрителя было присвоено звание заслуженной артисткой РСФСР в 1945 году. Про себя Зоя Федоровна рассказывает. Всю жизнь играла роли девочек и мальчиков. Среди ее персонажей – кот в сапогах, золушка, снегурочка и многие другие. 11 декабря в театре в честь артистки прошел торжественный вечер. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем здоровья! И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте nska49.ru. Ваши мы ждем по телефону 220-2105. Оставайтесь с нами! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...